Всем привет! Вы смотрите E-Mits Game. Dark Souls 2, Score of the First Scene, является обновленной версией ролевой игры Dark Souls 2. В нее вошли дополнительные события, новые NPC и враги, различные геймплейные и графические усовершенствования, а также 3 DLC о коронах мертвых королей. Поехали! Ну что ж, ребятки, вышло наполнение к Dark Souls 2, обязательно нужно его посмотреть, оно вышло первого числа, буквально вчера. Вернее, сегодня, но у вас это будет вчера, когда выйдет видео. Начинаем новую игру. Dark Souls, ребятки, уже я не знаю, сколько уже выпускают дополнений, это уже какое, пятое, шестое дополнение, я не знаю. Я решил его глянуть, записать, для вас посмотреть. В принципе, они ничего такого не делают, они просто типа усовершенствуют графику и все. И вам ее, либо можно купить за 1200 рублей, там 1199, если у вас есть Dark Souls, если нет, если нет Dark Souls, то за 1200, если нет, если есть, запутался уже, то 400 с копейками. То есть, ребятки, как мне кажется, они просто зарабатывают на нас денюжки. То есть, если вы не играли, в принципе, смотрели где-то и покупаете за новый график, типа усовершенствованный, каких-то новых геймплейных решений, я не знаю, есть ли смысл. Поскольку Dark Souls у меня нет, к сожалению, я его не покупал, поэтому я попросил аккаунт у человека, он мне дал, у него есть Dark Souls, я купил на него дополнение, соответственно, за свои денюжки и решил его глянуть, этот DLC. Ну, посмотрим, я не знаю, мне Dark Souls, лично мне, он не очень нравится, в принципе, в него интересно действительно играть в кооперативном многопользовательском режиме. Да, побегать, побесоёбить вместе, там, вчетвером, втроём побегать, это весело. Самому как-то не знаю. Ещё мне не нравится то, что, ребятки, игра в основном для геймпада, вы знаете, как я не люблю геймпады, она как бы играется на клавиатуре, конечно, с мышкой, но чёткого осознания, что ты играешь на клавиатуре, нет, и подсказок тоже, они всё равно идут как для геймпада. Да, вот это проблема. В графическом плане, ребят, я не знаю, я не вижу ничего такого сверхъестественного, что они улучшили. Я уже, тем более, запустил игру, чисто посмотрел, она при вертикальной синхронизации выдаёт свои 60 FPS, соответственно. Я просто, почему ещё удивился, именно в плане графики, потому что минимальные требования были написаны, вернее, не минимальные, рекомендуемые требования, написано было GTX 750, ну, это в плане, соответственно, GeForce. То есть, видюха неплохая, да, и чтобы из неё выжать всё, мне кажется, графон мог бы быть получше. Как мне кажется, я просто только включился в игру, посмотрел чисто на траву, ну, сейчас вы сами это всё увидите. Мне лично не понравилось, как выглядит трава, как выглядят деревья, они даже не шевелятся, вроде звук ветра есть, а какое-то колыхание, движение, соответственно, нет. Хотя, довольно-таки, сделано добротно. Посмотрим в заставочку. Да и вообще, ребятки, судя по комментариям, я посмотрел немножко отзывы, почитал. Кто, соответственно, дикий, ярый поклонник Dark Souls'а, да. Людям очень нравится. А люди, которые так взглянуть, посмотреть, не очень довольны. И в основном, недовольны именно в том плане, в плане денежного, как я уже говорил ранее. Я вообще, знаете, почему, ребятки, ещё я последнее время сравниваю постоянно все дополнения, вот, как вышел The Evil Vizin, да, дополнения The Assignment. Я всё сравниваю с ним. Там действительно всё классно, чётко. Они, конечно, могут то же самое сделать и потом выпускать вот так вот кучу дополнений вот со всей этой ерундой и навариваться на это. Но The Evil Vizin дополнение можно покупать, если у вас, по-моему, нет основной игры, если я не ошибаюсь. Не буду врать, но мне кажется, что можно купить дополнение, хотя тоже, я думаю, нельзя, наверное, всё-таки как ты его тогда запустишь дополнение, если у тебя нет основной игры. Так, начинается наш геймплей. Я все эти заставочки, ребятки, пропустил, когда смотрел. Я вот сюда зашёл. Как вы видите, вот мне не нравится трава. Костюмчик сделан довольно-таки добротно. Здорово. Мне действительно вот нравится. Но, опять же, механизм движения непосредственно вот этого ветра не очень. То есть, смотрите, вся наша мантия шевелится, трава нет. Ну, бред. Честно. В графическом плане, да, он может быть чуть получше. Так, между мирья. Между миров мы, да. Окей. Так, чё, мы просто ходим, как обычно, бегаем. Я, ребятки, играю на геймпаде, соответственно. Это для меня ещё что-то испытание сейчас будет. Так, а чё мы тут можем-то делать? Ой. Ну, я думаю, нам потом подсказки дадут. Что нам нужно делать? Нам для начала нужно, соответственно, с вами сейчас будет выбрать персонажа. Пойдёмте. Выберем себе персонажа. За кого мы будем играть? Воу-воу-воу, ты кто? Ты куда побежал? Иди сюда. Кто ты? Ах, вы заразы. Как это на прокат? А, вот так вот бить, да? Чё, я их не могу убить, этих? Не, не могу. А, пускай бегают эти живности. Нам сюда, я так понимаю. Да, видимо, нам вот туда. Ну вот, даже вода, ребятки, сделана как-то... Скудненько. Вот другого слова у меня не приходит мне на ум. Вот именно скудненько сделано. Ладно. Пойдём дальше. Я, кстати, думал, что у меня игра не будет выдавать даже при вертикальной синхронизации 60 фпс. Я предполагал, что будут лаги. Ну, потому что минималка заявлена 750. У меня, конечно, стоит 780 Ti, но... Всё же. Мне кажется, потянет и на более слабой видеокарте. Разговаривал, да? Было дело, а это не ты? Я думал, что это я с тобой разговаривал. А, не, не с ней. Вот то и зубы были такие... Редкие. Очень редкие. Какие они все медленные, нежные, такие прям вальяжные, аж прям... Ух, так, всё, я шевелюсь? Нет, я не шевелюсь. Как меня зовут? Скажи мне. А, попробуйте вспомнить своё имя. Так, давайте это сделаем на клавиатуре. Давайте. Им, it's, game. Окей. Будем мы клавиатурой пользоваться и... Всё, спасибо. Чего? Enter. Да что ж такое-то? Это вот... Бро... Давайте мышку возьмём в руки. Да ёпт. Да, ёпт. Да. Наконец-то. Мышкой, клавиатурой. Всем на свете. Геймпадом. Конечно, знаю. Я ж не совсем дурачок-то. Давай награду, чё ты мне дашь. Спасибо, конечно. Пойдёмте ближе. Кто ты думаешь, что это должен быть? А я так предполагаю, что это я и есть, да? Очень похоже. Бабуль, конечно, да. Так, персонажик, давайте по-быстрому. Так, чё у нас? Класс. Воин, рыцарь, мечник, разбойник. Клирик. Колдун. Я вообще за колдуна бы поиграл. Или Клирика. Странник и нищий. За нищих, конечно, можно. Так, я вообще бы... А нет, рандомно просто выбрать, нет? Жаль. Воин, рыцарь. Давайте возьмём... Стоп, подожди. Мечник, разбойник. Давайте мечника возьмём. Будем с двумя ходить мечами. Так, чё мы возьмём себе? Кольцо жизни, человеческая фигурка. Вообще можно взять кольцо жизни, конечно. Немного повышает. Возвращает полых к жизни, полых различные противоядия и лечебные травы. Возвращает к костру. Уголь вражды. Понятно. Просто окаменелая грязь когда-нибудь может пригодиться. Давайте возьмём, наверное, кольцо жизни пускай будет. Всё. Завершить. Да. Не буду я выбирать, ребятки, ему там лицо, татуировки ему ставить, всякую такую херню. Ну, его в баню. Это можно, конечно, сделать заранее. Потом начать играть. Посидеть там, полчасики себе создать, чтобы вообще на тебя был похож или на того, каким ты мечтаешь быть похожим. Ну, нам это не надо. Пускай бегает молодой блондинчик пацан. И всех крошит направо-налево. Чё ржёте-то? Бабули. Не надо смеяться, давление поднимется, будет хреново потом, вам ещё за лекарствами надо будет сбегать, там, травы как траву какую-нибудь соорудить, чё-нибудь. Души нужно беречь. Да ладно, души же мы можем, по-моему, в костре делать, насколько я знаю. Нет? Да, не дурачь меня. А знаете, ребятки, что они ещё сделали в плане улучшенной графики? Я могу сейчас, конечно, вам показать. То есть я могу поставить сейчас разрешение, допустим, там, 3 с лишним по 4К изображения, оно мне будет выводить, ребятки, на этот экран. То есть смотрите, сейчас я вам покажу. То есть настройки экрана, нет, не это. Вот здесь настройки графики. И вот здесь я могу выбрать, соответственно, себе разрешение 3.840 на 2.160. И он мне, соответственно, будет эту графику передавать на изображение 1920 на 1080. Вот так вот будет. Этого делать не буду, то есть она будет чуть получше. Графика, кто не знает, может себе вот так вот поставить. И, соответственно, бегать. Так, что у нас? Говорить. Давай поговорим с ней. Так, подожди. Чё ты так резко двигаешься-то? Тебе пора в путешествие. Окей, пойдём отсюда. С этими бабулями тут. Пустите. Чё, нельзя сюда, да? Во, открыть можно ж было. Открывай. Подождите, а где-то наши души-то? Чё-то я не вижу, чтобы здесь были души. Подождите, я же отсюда пришёл. И куда мне отправляться-то? Слышь? А, вон другая дверь. Ха-ха. Давай. Открывай. Так, осмотреть. Костры — это места отдыха, а также их можно зажигать. Факелы. Хорошо, костёр. Отдохнуть у костра. Во, да, мы можем здесь составить заклинания. А у меня заклинания-то нет. Я же не этот самый ящик с предметами. Я же не колдун. Поэтому заклинаний у меня пока нет. Так, знаете что? Давайте вещи свои прикинем. Так, подожди. Не здесь наши вещи прикидываются. Вот здесь снаряжение. Сюда мы поставим колечко. У нас ещё какой-то фантом есть. И ещё что? Нага, бля, возвращает. Так, связь с другими игроками. Да всё вроде так. Чё это там у нас? Так, это давай отсюда. Почему я не могу эту штуку подобрать? Как мне это корыто-то разбить? Вот. Забрать предмет. Душа пропавшего медвеца и факел. Так. Ага, вот так вот у нас происходит это всё, да? Да. Знак тьмы. Лампуская стоит. Камешек. Сама цвет жизни. Пойдём разведать этот мир. Ужасный мир. Так, чё происходит? Так. Знаете чё? Смотрите. Тут, там, здесь. Давайте начнём с самого начала. Войти в туман. Давай войдём в туман. Отлично. Вижу, какой такая. О, здорово, мужики. Да давай уже, ляг. Душа. Отлично. Захват. При захвате сменить цель. Давай, хватай его. Почему я его не схватил-то? А, захват цели. То есть, смотреть на цель. Удержите и рывок. Ага. Понял. Рывок. Уклонение скорее, а не рывок. А так вот, да? Угу. Так, хорошо. Оба. Тихо-тихо-тихо-тихо. Оба. Чё-то он такое суперское у нас тут натворил. Так, забирай душу. Погнали дальше. Так, а как... Ой, вижу. Как нам туда спуститься? Видимо, никак. Падать я особо не хочу. Ладно, пойдём дальше сюда. А как нам подлечиться? Оп. Здорово, мужик. Всё. Готов. Их можно бить пока слабенькими ударами. Потому что эти сильные удары, в принципе... Ммм. Они и так сдохнут, в общем. Так, что-то предмет какой-то. Кинжал. Так, давай посмотрим. Позже, а почему? А, я не понял. Снаряжение. Мы же нашли какой-то кинжал. Почему у нас его нет? Вещи. Чё это такое? Душа пропавшего мертвеца. Да. Использовать для получения душ. Так, хорошо. Так, вот. Есть у нас этот. 57, 110. Ну да, этот слабенький кинжалчик-то. Пойдём. Во. Вот так захватывать. Ух ты, гад. Какой гадёныш, а. Бей, чё ты. А, бляха. У меня этот включит менюшка. Он переключается с этой меню. Оп. Стоять. Спокойно, дружище. Всё нормоль. Так, а как бы нам подлечиться-то? О, смотрите, на Х. На Х у нас лечилка. Отлично. Самоцвет жизни у нас 9-то есть. Сменить выбранное оружие. Окей, нам это не нужно пока. У нас и оружия-то особо нет. Хорошо. Куда мотыльки какие-то летают? Чайки жирные. Летают не спеша. Так, чё это? Шаг назад. Угу. Хорошо. Шаг вперёд-надад. Ах ты, гадёныш. Уклоняйся. Оп. Хорошо. Да что ж такое-то? Твоё... Да давай уже. Он мне прям в каштан попал. Ты посмотри, какой наглец. Так, чё-то ещё лежит. Самоцвет жизни. Хорошо. Использовать предмет на икс. Это мы уже сами без вас узнали, что его можно использовать и подлечиться самоцветом души. А что если мы возьмём не самоцвет? Да давай, возьми. А вот эту штуку. Бросить душу и вернём к последнему костру. Не, не надо. Самоцвет души нам верни. Вот так. К последнему костру. Это в самое начало. Мы больше костров-то с вами не разжигали. Так, туман. Куда это мы с вами вышли? Перемещение камеры. Это мы поняли. Так, мы, по-моему, вышли просто назад, да? Да, вот мы оттуда пошли. Всё, идём дальше. Сейчас мы тут вот гнездо чьё-то. Так, бросить лестницу. Ты, 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 давай гладкая. Чё тебе дать-то? Какое гладкое. Давай. Так. Дальше. А как нам вот туда попасть? Я думаю, я туда не спрыгну. Туда можно будет выбраться. Так, хорошо. Давайте теперь вот в этот туман. В том мы были, теперь вот в этот. Так вот, по очереди мы все эти пещерки откроем. Хорошо. Открывай. Взять правое оружие двумя руками. Что-то больше похоже на блок. Удержите, чтобы взять левое оружие. Да, мне это не нужно. Готовь. Следующий. Сабля под угрозой поломки. Сабля сломана. Отлично. Прекрасно. А где нам взять кузницу, чтобы починиться? При рывке прыжок с рывком? Что? Бляха, муха. Нет. И чё, я назад аж к тому коструче свернусь? Ну это бред. Среднее лечение. Следующая степень. Становление здоровья. Сила, чё-то зависит. Да ну! Пипец. Ну, благо, что хоть уже всё собрано. Я надеюсь, тут туман открыт, и нам в этот не надо будет заходить. Да, всё, не нужно будет. Но это хорошо, замечательно. Идём в следующий туман. Где мы с вами там спустились? Вот здесь мы по лестнице, и мы вот сюда заходили. Пойдёмте сюда. Чё-то он потом про прыжок нам говорил, только я не понял, как прыгать, если честно. Как нам прыгать-то? Так, стоять. А, он машет одно, а у нас же одна уже. Давай прыгай. Вот так, хорошо. Да стой, гадёныш. Очень слабенько я бью. Да что ж ты будешь делать? Что? Погиб. Охренеть! Охренеть, ребятки! Вот это начало. Слабли сломалось, всё сломалось. Чё-то прыжок. Говно какое-то. Или я ничего не понимаю. Так, давай. Осколок фляги. Слушай, а я могу это самое отправиться? Нет, нам это не надо составить заклинания, у нас их нет. Сжечь. Нам тоже сжигать нечего. Ящик с предметами. Починить-то я могу что-нибудь? Нет, вот допустим, вот здесь. Выберите бронет, который хотите переместить. Да мне не надо перемещать, мне надо его починить. Ладно, давайте выберем. Так, подожди, снаряжение. Вот, вместо этого предмета бери вот этот кинжал. Чё ж делать-то? Так, теперь у нас будет их два. Не, один. Ай, зараза, а как прыгать-то, ребятки? Видели, что нам не говорят, как прыгать-то, кстати. Он чё-то сказал там. Я вот жму, но он, ребятки, не прыгает вообще никак. Вот просто не прыгает. Так, захватывай цель. Так, следующий. Сказал заведующий. Вот так, хорошо. Так, это чё такое? Прикоснуться к своему пятну крови. Оживление. Хорошо, это всё понятно. Как прыгать-то? Мужчины. Стой. Куда он идёт-то? О. При рывке прыжок с рывком. Чё за херня? Да это не то. Так, это понятно. Подожди, при рывке прыжок с рывком. Чё, о чём он говорит? Это разве прыжок? Давайте попробуем. Ну, я думаю, сейчас мы опять свалимся. Что он имеет в виду? Вы, ребятки, понимаете? Я, например, не понимаю, чё он имеет в виду. При рывке прыжок с рывком. Давайте ещё раз. Так. Сейчас мы попробуем это прыгнуть. При рывке. Я зажимаю. При рывке. Ага. То есть, вот так вот он бежит быстрее. А где как прыжок-то? Ага. Всё. Если я держу, ребятки, клавишу B, он вот так вот разбегается. И потом нажимаю. Стой, 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 стой. Не падай. И потом надо нажать на LS. Вот такая вот фигня. О, бляха, муха. Надумали тут, понимаешь ли. Давай. Теперь ты и следующий. Вот так. Всё. Забирай. Да не, свой забирай. Так, при рывке прыжок с рывком. Давай. Да стой. Я же держу, а не нажал. Так, давай вот так вот. Ну, что ты остановился? Кто? Твою мать, а. Забирай давай. Да давай. Что ты такой-то дурак? Янтарная трава. Хорошо. Так, при рывке прыжок с рывком. Твою мать. Хе-е-е. Вроде как-то с горем пополам, ребятки. Справились. Ладно, пойдём дальше. При рывке прыжок с рывком. Так, а здесь что? А, это левое оружие, правое оружие. Нам не надо. Как-то он странно дерётся, ребятки. Если я жму на РТ, вот он только этим бьёт. Если жму этим на ЛТ, то он бьёт правым оружием. Ну, здесь то же самое. На РБ и ЛБ. Чё-то как-то странновато всё. Я думал, он периодически будет махать. Так, чё за мужик стоит? Давай по щаму у нас тачим. Осмотреть. Статуя преграждает вам путь. Спасибо, я понял. Пойдём дальше от этой статуи тогда. Раз она преграждает нам путь. Так, здрасте. Есть кто живой? Everybody here? Не, ни хер никакой. Ни хер. Куда мы вообще идём-то? А чё у нас там наверху? Слонышко есть. Слонышко, кусочек есть наверху. Просвет. Во, большое слонышко. Здрасте. Куда это мы с вами выходим? Маджула. Здравствуй, Маджула. Я пришёл. Есть у тебя чем тут поживиться? Так, там чё-то показалось мне или чё-то светилось вот здесь? Да, чё-то светится. Чё забрать? Небесное благословление. Ок. Где у нас что-то снаряжение? А, не здесь. Вот тут. Так, немного восстанавливает заряды заклинаний. Полностью вылечивает, снимает эффект. Так, а чё это такое? Чё на нам там? А какие заклинания? Вот мне просто интересно. У нас что-то и заклинаний-то нет. Чё он там нам восстанавливает? Не знаю. Так, вижу кострище. Вижу кострище. Пойдём разожжём костёр. Хотя бы уже хоть чё-то понятное становится. Давай. Костёр. Отлично. Отправиться между мир и Маджула. Не, нам не надо. Составить заклинания. Разве мы можем составить заклинания? Мне просто интересно. Да нет, мы не можем. У нас нет. Чё там было на Y? Переключить. Зажечь факел. А зачем она мне нужна? Ну, зажги. Пять минут он будет у нас сгореть. Смени его пока что. Не, не так. А, всё, его уже не будет. Так, хорошо. Чё с мужичок? Здорово, мужик. Кто ты? Просто помочь тебе открыть дверь. Ну, давай. Открыть. Заперто. Прекрасно. Сломать я, видимо, не могу. Пойдём в другую хижину смотреть. Так, в этих ничего нет. Вон там ещё куча этих валяется. Ящиков всяких. Давай попробуем. Так вот разбивай. Ой, бля. Вот это я провалился сейчас. В дирдочку. Абсолютно в дирдочку. Ладно, давай, воскрешай меня. Кольцо клинков. Да, интересно, кто-то успевал прочитать всё это. Очень я сомневаюсь. Так, а чё там? Вот здесь чё-то есть. Чё тут такое-то? Не, туда потом сходим. Попозже. Попозже. Давайте вот сюда пойдём. Сначала посмотрим, здесь разведаем. Что здесь? Наш трубчик там лежит. Не можешь ты быстрее бегать, нет? Забирай. Всё, пойдём вот сюда. О, кузница, нам надо починиться. О, здорово, говорить. Здорово. Поздравляю тебя, ты почини мне мой кинжальчик. Какая-то он ломается с трёх ударов. Извините, я... О, что-то плохое. О, можем подняться. Давай. Что у нас тут? Давай, открывай. Красавчик. Забрать предмет. Осколок титанита. Титанита. Да, разбери. Давай. Да что ж ты такой... Криворуки-то. Спускайся, давай. Хорошо, ты, короче, чинить не можешь, да? Говорить. Да я же с тобой уже говорил. Давай, покажи мне товары. Купить. Ты охренел с такими ценами? 1200. А что я тут-то у тебя куплю? А у тебя что, нет? Ничего, только из этих самых, да? Понятно. А что тебя ставить-то? Понятно. А починить ты мне не можешь, да, предметы? Что там светится? Мне кажется. Вот же молот. Молоток, то есть молот. Что там? А, забраться наверх. О, бляха-муха. Не хотят нам чинить, нифига. Ламп, пойдем в следующее. Зданица. Заперто. Замечательно. Так, а как мне открыть-то этому тогда двери? Раз тут все заперто-то. Так, здесь что? Тебя можно убить? Ой, они бьются, смотри. Свиньи! А что я их не могу убить-то? Он вниз как будто не бьет. Что за свиньи? Да убивай ты его! Слышь, я свиней не могу убить. Как он бьет вниз-то? Они бегут, что ли, за мной? А как мне ударить вниз? Смотри, бля. Он не бьет вниз, ребятки. Это очень как-то... Бесполезно. Где свиня? Да стой! Что это? Это херня какая-то, блядь. Ладно. Пойдем от них подальше. Так, это что такое? Давай! Как мне соскочить-то от этих свиней гребаных? Гребаные свиньи! Так, здесь ничего нет. Хотя бы временно он как-то бежит. Так, я надеюсь... Соса-соса-соса? Себаса я от свиней? Вроде да, пускай они там. Или они меня уже видят оттуда. Ну да, они по кругу за мной бегают. Вот скоты, а! Так, нам надо забрать этот вот предмет. Пока нас тут забирай. Самоцвет жизни. Замечательно. Так. Там еще был один дом, ребятки. Надо попробовать в него зайти, пока нас эти свиньи не сгрызли. Я просто не знаю. Он не бьет вниз, ребятки, этих свиней. То есть свиньи, в принципе, нас заколбасят. Так, здесь-то хоть открыто? Открывай. О, замечательно. И закрывай. Вкрывай. Нельзя закрыть, и свиня сейчас сюда зайдет. Ладно. Вали отсюда, свиня. Прикиньте, я свинью боюсь, да? Ты ж смотри, что происходит, а. Давай поговорим. Ой. Куда поспешу? Кого насмешу? Так, пойдемте туда наверх подняемся. Ну и нафиг этого кота вместе с этим... свиньями. Ну свиньи, реально, как мне их убить-то? Нам же ничего не говорится, как он садится, наш герой. Не садится. Может, захват цели надо сделать, он как-то его убьет. Сейчас попробую вернуться. Здорово, че грустишь, дружище? Да, верно. Че не видишь на лице? Все написано. Свиньи прибежали. Во, взял свинью, захватил. Сейчас, может, убьет. Да, убивает потихоньку, смотри. Ой, сейчас сдохну, твою мать. Свиньи какие-то жирные. Но он вообще не попадает по этим свиньям. Так, подожди, а что у тебя меча нет? Он сломан, что ли? Вроде есть же меч. Да, стой. Давай, бей свинью. По двадцатке хренячка. Да бей быстрее, давай. Да ж ты ж посмотри. Жуй, жуй, жуй самоцветы. Вот так. Да не ту свинью бьешь. Смотри, он не попадает по ней, а. Слушай, народ, свиньи-то вообще пипец какой-то, а. Переключись. Да не на эту свинью, дай ту добить сначала. Да другую. Ну, хоть одну убил. Где еще одна? Стоять, свиня, бля. Давай, попадай по свинь... Не еб, твою мать. Тоже, смотри, а. А где мои суперудары там какие-то, нет? Что он... А, у меня этого нет. Жуй, 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 жуй. Вот, хорошо. Давай, вались в него. Ну ты че, блядь, попасть свиней не может. Смотри, ну это просто пипец какой-то. Очень криво. Прям фу-фу-фу, блядь. Твою мать. Двух свиней еле-еле-еле душа в теле убил. Представляешь? С ума сойти можно. Ладно. Как тебе помочь-то, мужик? Да я знаю, что запрета. А как мне тогда сюда пробраться? Может я запрыгнуть смогу? В окошечко? Нет, не могу. Че так как-то все... Да, камера еще себя неадекватно ведет. Так, че у нас тут? Че-то есть. Может у тебя ключ? Душа солдата и самоцвет жизни. Что нам даже душа солдата? Вот здесь вот. Давай, используй. Получим души. Плюс 800. Мы хоть что-то купить уже можем. Вылечит, снимает. Так. Немножко восстанавливает заряд и заклинает. Так, я не знаю, мужик, чем тебе помочь, к сожалению. У тебя тут ничего не открывается. А нам, видимо, надо вот куда-то либо туда вниз пойти, либо вот туда пойти, либо вот туда пойти. Ну, давайте, ребятки, в следующей серии мы куда-нибудь пойдем, потому что... Че-то как-то уныло, если честно, ребятки. Не знаю, первое мое впечатление, ну, как-то так себе. Не знаю, если, конечно, ходить, наверное, толпой, то, может быть, будет лучше. Все, отдохнули мы от костра и сохранились. Ну, что ж, ребятки, с вами был Ем. Подписывайтесь на канал, на твиттер, комментируйте видео, понравилось, не понравилось. Пока!